С ноября месяца из города вывезено 100 тысяч тонн снега. Но, несмотря на эту ошеломляющую цифру, владимирцы недовольны уборкой города в зимний период. Горожан не устраивало ни качество уборки, ни количество техники, задействованной в этом процессе. Если в утренние часы магистральные машины будут работать, это 100% неминуемый затор и пробки в любых частях города Владимир. Сами коммунальщики считают, что муниципальное задание по уборке города они выполнили на оценку «хорошо». В этом нелегком процессе было задействовано 400 человек и более 100 единиц техники. Во время снегопадов помогали и владимирские заводы. Это еще 30 самосвалов и бульдозеров. Трудились в основном ночью. Убирать улицы и дворы лучше мешают нерадивые автолюбители, говорят руководители Центра управления городскими дорогами. Так что на следующий сезон было бы неплохо приобрести более маневренную и эффективную технику. «Надо покупать нам автомобиль. Есть такой. Хака называется немецкий. Там окурки, банки, бутылки до 0,5 засасываются изумительно. То есть основной этот вопрос заключается в том, что дополнительные, никаких сверху». И если вопрос с закупкой новой немецкой техники еще предстоит обсудить, то вот покупка такого реагента, как «Бионорд», в 2013 году уже будет поставлена на поток. Нынешней зимой и впервые посыпали главные улицы города. Учреждение приобрело 200 тонн. На сумму 2,5 миллиона рублей. У него более низкий расход – 45 граммов на 1 квадратный метр. Для сравнения песко-соляной смеси на такую же площадь требуется в 5 раз больше. Да, он дороже, говорят коммунальщики, но эффективнее. Нынешней зимой обращений в травмпункт зафиксировано на 30% меньше. Ну а безопасность вещества для лап животных и кожи человека подтверждена Роспотребнадзором. «Он не является химически опасным. Его можно взять в руки. Я на примере собственного тела». В прошлом году на работу Центра управления городскими дорогами из казны областного центра был выделен 261 миллион рублей. Плюс на 50 миллионов закупили технику. Еще часть машин взяли в рассрочку. Правда, на этот год расходы на работу муниципального учреждения уменьшили на 25 миллионов. Но не приведет ли экономия к тому, что следующей зимой Владимир превратится в один большой сугроб? «Правильный ли курс мы избрали? Ответ правильный. Но есть нюансы. Те дороги, которые необходимо чистить, они, собственно, в какой-то полузаброшенном состоянии. Возможно, пора уже пересматривать, собственно, саму категорийность дорог и периодику их уборки». Коммунальщики обещают, жалобы владимирцев без внимания не останутся. Вот и журналисты поставили сегодня на заметку несколько улиц, которые задыхаются от сугробов. Власти обещали принять меры. Алексей Дудин, Иван Людков, 6 канал.